Экспериментами, посудами, все, что является там изобретательским, и то, что вообще не принято, этим можно заниматься в свободное от работы время. Значит, относительно культуры, самая хорошая, самая приемливая, большая пробирка, это я уже убедился, у меня вот, вот сделал последнюю, сделал бутылки, такие вот, и пол-литровые с подводки, и 250-ки сделал, но там я сделал ошибку, у меня не было времени, там бутылок было где-то до штук 70, и нужно было 70 пробок сделать, она по объему почти такая, как пробирка, вот эта, и нужно ватно-марливая, я просто времени у меня не было вязать сеть на сутки, эти пробки нарезать, я решил и с этим металлическим, кислорода там хватает, для того, чтобы не цели заросли, но 60% всей посуды, которую я сделал, 60% испортились, вся зазеленела, где-то под пробку, все равно, когда остывало, подсосало воздух, и все, да, 60% у меня испортились. Если бы не поленился, сделал пробки ватно-марливые, то имел бы много еще посевных, то есть культур, ну, лишний раз уже убедился, что, ну, это не работает, нужно делать пробки. А с культурами, значит, лучше всего, значит, пробирка, это 100% работает, никогда не бывает брака, и с ней лучше всего вообще с пробирками и работать. Теперь, если берете серию, а, за эти, то есть и дальше. Тут она запаяна. Когда будете, допустим, пересевать, то эту штуку надо отрезать, потому что она какого-то нужна. Вот. Вот этот пакет бросаем в спирт, в чашку, в Петриво, помещаем полностью, чтобы он там утонул. Потом аккуратно пинцетиком, там, или перчатками уже вынимаем из спирта, шприцом прокалываем и просто забираем отсюда уже эти клетки. И дальше их на флакон. Все. Вся процедура. И на флаконе, на этом составе для хранения, так их будем уже держать тоже в холодильнике, чтобы там себе хранились. Скажите, пожалуйста, можно на два флакона или можно на один? Это на 100 мл где-то. Ну и опять же таки, когда делаем уже пересев на пробирки, то смотрим уже в флаконе на свет, ну все-таки ловим клеткой, а не воду набираем, ну надо досмотреть. И все, набрали, и приблизительно где-то на 10 пробирок сразу засеваешь. На пробирках просто достоверно, что никогда не бывает брака, если хорошо все сделано, простерилизовано, они сами по себе никогда не зеленятся. Если вдруг пошло тотальное позеленение, значит, или в процессе забора, или в процессе изготовления, значит, была ошибка, значит, инфицированная культура, то ее просто взять и выбросить. Вот. Вам просто, я не знаю, хорошо, что не нужно там детали какие-то объяснять, потому что уже имеете понятие, как это все делается. Да, сейчас, в этот раз, да, в первый раз вообще там было. Да, то не нужно уже там 30, указывайте, и все остальное. Так, ну это все переклеим. Для начала там, я бы вам советовал, тут работы немного, там, допустим, если грибы сейчас не делаете, то все-таки взять, это самое, взять, наделать пробирок и попробовать вот там, ну что вам будет интересно, там лимонную, например, вешалку. Мне интересно, мне королевскую вешалку. Королевскую, да, королевскую вешалку. Лимонную тоже. Лимонную, розовую. Да, лимонную. Вот, лимонную. Лимонную. Нет у нас уже, по 3-го. А было у вас лимонная, росла, да? Лимонную, лимонную, сделайте так. Возьмете, сейчас, покажу. Лимонную возьмете, сделаете одну, вот жидкую, ну, то есть на флакон, сделаете вот эту. Потом лимонную, имеете три варианта. Вот из них то же самое сделаете мицелий из одного из этих вариантов. Потом что-то из них пускаете в разработку. Что вам больше понравится, что лучше пойдет. Пускайте в разработку. Ну, лимонная у меня так, настолько быстро пошла на палках, тоже такая, какая-то жгучая. Так что с ней должно быть все нормально. Не вид, красиво, но на вкус. Ну, а в кусту, с чем мы розыбодим. У нас еще клиенты, это, мы лимонную розу не продавали, потому что малым было. Вот я вот мечтаю. Продавали, на базаре там приходили, спрашивали, чем мы ее красили. А, ты продавала. Это ты продавала, да? Она красная такая, и главное, все так идут.